Всем привет! Ну что ж, так как достаточно много людей мне написало в личку насчет, там, покажи бота, как его настроить, что делать, у меня не выпала книга, давай мне сюда бота и так далее, все-таки я решил сделать небольшое видео, и я здесь покажу, как с нуля, собственно, настроить полностью этот бот, установить его и уходить, постоянно забывать про то, что у вас есть эта игра, приходить и радоваться, сколько у вас нападало ресурсов. Итак, что нам понадобится? Во-первых, ну, давайте даже начнем с того, что вообще нам нужен, в принципе, простой эмулятор андроида, желательно, чтобы это был NoxAppPlayer, потому что под него именно автор писал этот скрипт, вот именно под это разрешение 480 на 800 этот скрипт и заточен. Ну, дело в том, что можно использовать и другой эмулятор, там, блюстек и так далее, но вот, чтобы не морочиться с разрешением, советую все-таки скачать Nox, с ним практически нет проблем, он легкий и лучше его восстановить. Значит, этот скрипт умеет автоматически прокачивать пешек и героя, делать автоматический престиж после, там, 10, например, 20, 30, ну, и тех минут, сколько вы укажете. О, здесь встроенный автокликер, то есть он сам тапает, автозапуск скилла тоже можно настроить, и убийство клан босса каждый час, что очень-очень-очень полезно. Это только основные функции я расписал, здесь также есть вот настройки, которые вы видите на английском, я не буду тратить время и рассказывать про каждую, да, если вам интересно, вы можете это посмотреть, перевести, если не знаете английского, либо методом тыка, собственно, вот. Ну, здесь все понятно, то есть, если даже переводить, то есть, включение Честерсона, ну, его нужно выключить, это установка, мы сейчас ее выключим, это установочка для того, чтобы ловили феек, сам бот ловил их, вот, это не нужно. Окей, после такого интродюса, давайте разберемся с Nox, скачать его можно вот тут, вот, ну, собственно, просто ввозите там Google Nox App Player, качайте его отсюда, устанавливайте, там никаких проблем с этим нет, это точно, все там делается достаточно быстро, вот у меня тут скрипт, сам бот что-то прокачивал, я его остановил пока что, и давайте я выйду полностью из игры и покажу, что нужно сделать. Закрою также хера макро, здесь тоже все позакрываю, сейчас так. Отлично, все закрыл. Давайте будем по инструкции все это делать с нуля, я вам покажу. Во-первых, нужно скачать, собственно, Nox, установили, все отлично. Теперь нужно в настройках Nox сделать следующее, во-первых, включить root права, вот здесь вот нужно зайти справа нажать на настройки, шестеренка и включить root права. Отлично, мы это сделали, дальше заходим в расширенные и здесь указываем настройки запуска телефон и разрешение 480 на 800. Настройки отображения можно указать средние, ну можно низкие, если совсем уже у вас слабенький компьютер. У меня достаточно, ну средний компьютер, просто средний, мне достаточно указать 2 ядра ЦП и АЗУ 1500. Полтора гига в принципе неплохо, но это даже многовато, наверное, можно чуть-чуть меньше, но я думаю, что нормально. Вот, мы тут все это сохраняем изменения и Nox перезапустится. Отлично, после того, как он перезапустился, нам нужно установить hero macro и top titans titans play market. Это все тоже легко делается, если у вас их еще здесь нет, это просто заходим в play market, там скорее всего еще возможно вам нужно будет войти в свой google аккаунт, это тоже сделайте, это не сложно. И для тех, кто не знает, как перенести сохранение с телефона, тоже все просто. Во-первых, вам нужно авторизоваться там, допустим, фейсбуком, зайти в свой аккаунт фейсбук и сделать на телефоне престиж. После того, как вы сделали престиж, вы можете заходить уже в игру на эмуляторе, зайти, ну я сейчас покажу там в игре потом, как зайдем, зайти в загрузку сохранения и зайти еще раз в свой фейсбук аккаунт. После этого игра перезапустится и ваши все данные сохранятся с того момента, как вы вот сделали престиж на телефоне. То есть все переносить можно, это без проблем. Потом, значит, после того, как мы скачали все эти штуки, hero macro, вот напоминают такой значок с play market и tap titles. Заходим в настройки, здесь проматываем вниз, есть super user. Мы для него должны выключить нотификации. Нажимаем hero macro и здесь ставим галочку на off. Вот тут вот, ставим off. Все отлично, здесь ничего больше делать не нужно. Здесь у вас нет этого super user, вам нужно обязательно включить права, root права в настройках nox. С этим разобрались, установили наши штуки. Теперь, собственно, hero macro. Во-первых, если у вас будет тут на английском версии, а, у меня он упал. Если у вас будет версия на английском, то вам нужно будет сделать в настройках, вот здесь вот нажимаем настройки. Здесь screen capture delay, можно поставить поменьше, но у меня стоит 2 секунды. То есть если у вас будет какая-то проблема, что бот там куда-то не туда кликает, установите в ноль, например. И вот это вот главное, color access method. Здесь будет что-то на русском, наверное, какой-то метод распознавания по цвету, да, что-то такое. И здесь мы установим, установим screen capture. Я не знаю, как это на русском, но вот четвертая позиция, с любого, снизу, сверху, да, первая, вторая, третья, четвертая, да, вы выбираете также на русском. Screen capture. Отлично, все это сделали. Теперь нужно, собственно, создать скрипт. Скрипт, который, вот, он доступен на этом сайте, но я также выложу ссылку на сам документ текстовый, так что не бойтесь, его можно скачивать. Ссылка в описании. После того, как вы его скачаете, это просто текстовый документ, вот я его сейчас даже открою. Ничего там такого сверх плохого нет. Вот, открываем на компьютере текстовый документ. И для начала здесь выключаем вот эту вот настройку в единицу ставим. Enable Chesterton, ставим в единицу, в ноль, в ноль и сохраняем документ. Это нужно для того, чтобы выключить нажатие на феи, чтобы не показывалась там реклама и так далее. Здесь вот можно включить, вот здесь вот можно включить автопрестиж. Если вы, ну, сюда поставите единичку, то он будет по стандарту делать престиж каждые 60 минут. То есть эту настройку вы примерно подкрутите под себя, если хотите делать автоматический престиж. Ну, у меня настройки там уже выставлены свои, то есть у меня где-то вот так, вот и там может 70 минут. Этого 60, где-то 65. Этого достаточно, чтобы дойти примерно до, там, по-моему, 500 уровня. Ну, меня сейчас. Это все отлично. В принципе, здесь также, говорю же, по настройкам сайта можете сопоставить настройки и выставить свои настройки. Только далеко не углубляйтесь, чтобы ничего не потерять и не сломать. Отлично. Здесь, собственно, мы это все указываем. Указываем по желанию там всякие отличные WorldClanQuests обязательно выставьте, если вы в клане. Вот. Все остальное, то есть отлично здесь выставлено и так. Ладно, на это время тратить не будем. Если что-то будет по времени, то еще покажу. Далее нам нужно по инструкции, собственно, это сам скрипт и вставить. Для этого, что мы делаем? Там, где я сейчас этот скрипт скопирую. То есть нажимаем Ctrl-A, Ctrl-C. Или же, ну, чтобы выделить все и скопировать буфер обмена, Ctrl-C. И, собственно, теперь здесь в самом Hero Macro мы нажимаем сверху вот на такой блокнотик с ручкой, листик. И здесь нажимаем справа на новый. Создаем новый. И мы здесь вот, что мы здесь делаем? Мы здесь, наверное, все полностью можем убрать. Или же не все, наверное, можно все. Можно все, да. Ну, или я покажу даже свой скрипт лучше. Вот он. То есть, да. Ну, я просто старт и дальше уже сестинкс и дальше скопировал. То есть, можете просто все вставить. То есть, как это сделать? Создать новый скрипт. Здесь вот все стираем. И нажимаем Ctrl-V. Скрипт этот полностью вставляется. И нажимаем Save. Здесь какой-то ASD, там, название вашего скрипта. Все отлично, он сохранен. И вот он здесь вот будет. Давайте я его оставлю, чтобы протестировать. Мы запомним, да, как он называется. Отлично. Теперь можно стартовать наш Hero Macro. Ну, его старт. Он запустился. Рекламку закроем. Так. И заходим в Tab Titans. Бывает такое, что в игру на Nox не заходит. И если такая проблема есть, попробуйте перезайти в Tab Titans. Попробуйте выключить Nox. Еще раз зайти в Tab Titans. То есть, как-то так. Либо еще кому-то иногда помогает очистка, там, компьютера, да. То есть, не знаю, использование другого эмулятора. То есть, по-разному. Но обычно со второго раза должен заходить спокойно. То есть, бывает такое вот у него, что в игру именно эту он заходит там с раза второго. Так, ну вот он загрузился. И, собственно, что нам нужно сделать? Да все просто. Вот здесь вот справа в панельке управления вот этими кнопками мы нажимаем на громкость. Ну, уменьшение громкости. И выбираем здесь скрип. Здесь ничего не выставляем. Можно поставить интервал 0 и нажать, ну, скорость единица. Нажать Play. Вот он сейчас уже пошел что-то делать. Вот он уже качает нового героя главного. Сейчас еще качнет скиллы, скорее всего. Вот как-то так. Сейчас он прокачает еще героев. Вот поехало качать. То есть, все он качает сейчас автоматически. Я ничего не делаю. Вот даже я могу здесь закрыть окошко. Посмотреть другие ссылочки. То есть, можно все сворачивать в трейм. Можно разворачивать, как вам угодно. Посмотреть, что там все отлично происходит. То есть, все, наверное, проблемы больше тут уже никаких не будет. Единственное, что я, да, еще обещал показать, как там переносить сохранение. Сейчас я это покажу. Ну, то есть, вот видите, он все качает автоматически. Сейчас закроет это окошко и будет дальше кликать. Вот, дальше кликать будет. Также он будет автоматически. Вот он дальше кликает. Я его установлю сейчас. То есть, это делается, опять же, нажатием на громкость, уменьшение громкости. И вот в настройках, чтобы перенести сохранение. А, не настройках. Ну, да, можно в настройках. Заходим в настройки. У меня, видите, Facebook-линки. Окей. Если бы же у меня здесь не было этого Facebook-линки, там был бы третий такой пункт. На русском там было бы, наверное, импортировать данные сохранения. Что-то такое. А на английском там и было. Там импорт, save data, там, from, не знаю, Facebook или там Samsung. Что-то такое вот. Ну, здесь же опять ничего сложного нет. То есть, я думаю, с сохранением-то вы уже точно разберете. Кланбосса он не зашел бить. Потому что он у меня, по-моему, немного уже был подбит. Да. То есть, еще 37 минут. Вот он автоматически начнет его бить чуть попозже. Вот, как видите, все. Я надеюсь, что я ничего не забыл здесь вам рассказать. Потому что бывает такое, да. То есть, если что-то еще я забыл. Вот, посмотрите на этой ссылке. Я вам ее тоже скину. Или же просто спросите у меня там в личке ВКонтакте. Либо в комментариях на Ютубе. Вот. Но я надеюсь, ничего не забыл. Все рассказал. Ну, что ж. Всем удачи. Играйтесь. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok